Казалось бы, с наступлением летних каникул, каникулы должны прийти и в детские библиотеки. Однако на деле все совсем по-другому. Ажиотаж на книге начался еще в конце мая, отмечает библиотеки номер 11 на улице Дружбы. И чем ближе конец лета, тем поток юных читателей только увеличивается. Ну вот июнь, вот числа, может, пятого, после десятого у нас каждый день человек может по сто, по сто пятьдесят, по двести. Я даже вообще не знаю. Мы просто на ура уже отмечали, потому что очень много. И каждый брал книг по пять. Мы даже пообедали, когда раз, вот, только вот, быстро часть сядем купили, опять вот очередь, опять перебежали. Сейчас в библиотеку идут в основном те, кто отдыхал за городом и практически не читал совсем. Такие читатели обязательный список литературы штурмуют объемами, берут много, но короткими произведениями. Безусловно, есть и те, кто читал исправно все лето. Более того, вел читательский дневник, ведь без него даже у старшего школьника в конце лета в голове будет хаос. Что за произведения он читал, кто автор и что случилось с главными героями. Я перехожу в четвертый класс. Мне задали одиннадцать книг. Я люблю читать. Я прочитала восемь. А какие книги ты прочитал, помнишь? Мурли, про мочей прикованных. Еще какой-то. Я много чего прочитала, но заполнилась больше капитанская дочка. Вот я прочитала сейчас «Озоры здесь тихие», но в основном про «Война» и «Гоголь». Маленький принц. Не помню. Время наверстать упущенное еще есть. Впереди три недели лета, и кое-что прочитать из заданного списка литературы еще можно успеть. Тем более, что библиотеки всегда рады поделиться книгами.